Всем привет и добро пожаловать на мой YouTube канал. Сегодня мы поговорим про React-компилятор. На всех проектах, на которых мне доводилось работать, так или иначе возникали холиварные вопросы про мемоизацию. Стоит ли делать или не стоит? Как конкретно делать? Как правильно, как неправильно? Как использовать FOOC Use Memo? Как использовать Use Callback? В каких случаях это применимо, в каких нет? И часто люди мне говорили с других проектов, что они просто отказывались от мемоизации как таковой, потому что считали, что она того не стоит. Кто-то говорил, что они наоборот достаточно жесткие правила мемоизации использовали. Просто мемоизируем все подряд. Мы разгружаем голову, не думаем, как оно наиболее оптимально. Просто мемоизируем все подряд. Ну и отдельный навык, как вообще понять, что мемоизация принесла пользу. Как вообще этим профайлером пользоваться и так далее. И начиная с ближайшего будущего у нас появляется возможность использовать React-компилятор, который решает вопросы за нас. Чтобы мы больше не думали о том, как правильно, как неправильно. И вообще забыли про хуки UseCallback, UseMemo и функцию мемо. И просто радовались мемоизации, которая будет идти из коробки. React-компилятор был представлен на React-конфи в Maya. И пока что он в экспериментальном режиме. Работает он пока что, опять же, только с React-19, который сейчас находится как релиз-кандидат. Он еще официально не выпущен на текущий момент. И мы посмотрим, как начать с ним работу. Здесь на официальной документации уже есть страничка про компилятор. И написано, что пока что она в разработке. Вероятно, со временем что-то изменится. Но мы видим, что у нас как минимальный пререквизит это React-бета 19 версии. И, опять же, здесь описано основное, что делают. Но, что приятно, мы можем начать до того, как мы в свою кодовую базу в дальнейшем будем все это дело переносить. Мы можем начать вот с такой вот команды, которую можно запустить по терминале своего приложения. Идем в приложение, запускаем NPX-компайлер HealthCheck. И он нам говорит о том, что он проанализировал такое-то количество компонентов. Такой-то набор готов к оптимизациям, такой-то нет. Здесь есть нюанс, что компилятор работает с функциональными компонентами и с хуками. Но, если у нас есть классовый компонент, или если у нас просто какие-то хендлеры есть, их оптимизировать данный инструмент не будет. В принципе, он не предполагает этого. И, в частности, у нас могут в данном сообщении быть информации, что какие-то компоненты пока что не готовы по каким-то причинам, скорее всего. Если мы нарушали где-то правило, которое сам React нам предлагает, как правильно вообще писать код на React. И здесь, с точки зрения конфигурации, нам предлагается в дальнейшем просто выделить набор файлов по определенной схеме, которые подходят для того, чтобы они обрабатывались компилятором. Непосредственно компилятор, он устанавливается как плагин. Причем есть ESLint-плагин для React-компилятора, но и есть Babel-плагин, соответственно, называется Babel-плагин React-компилятор. В официальной документации есть варианты того, как настроить этот компилятор для разных сборок, будь то VIT, будь то Next.js, будь то Remix или же классический веб-пак. Мы посмотрим на примере с VIT. Соответственно, у меня есть сборка на VIT. Сейчас у меня ничего не подключено. Вот у меня конфиг, который я предполагаю подключить. Ну и давайте посмотрим, что пока что то, что я установил, соответственно, что Babel-плагин, что ESLint-плагин, они находятся в экспериментальном режиме. И на самом деле уже год React-сообщество тестирует данный подход, даже не столько как сообщество целиком, как разработчики данного инструмента. И благополучно крупные приложения его используют и улучшают тем самым свою производительность. Но это мы видим, что даже не минорная, не патч-версия, вообще ничто. Ну и, соответственно, чтобы использовать, я обновил свое приложение до релиз-кандидата 19-й версии. В принципе, где-то через месяц уже будет 19-й версии. Я думаю, что постепенно компайлер тоже выйдет на ту стадию, когда его уже можно будет использовать в продакшене. Посмотрим на приложение в его текущей реализации, посмотрим, как у нас есть лишние перерендеры и какую выгоду в итоге даст нам компилятор. Я не буду использовать вообще мемо, use callback и так далее. Просто посмотрим, например, без мемоизации и с мемоизацией, которая идет из коробки. И запущу я приложение. Собственно, приложение выглядит следующим образом. У меня здесь есть поисковая строка, я буду вводить какой-то текст, и мне важно смотреть, что происходит с перерендерами в момент моего ввода. У меня специально сделано сейчас так, что у меня стейт хранится прямо на уровне страницы, и, соответственно, я ожидаю, что у меня будет не только компонент поиска рендериться, но и компонент категории, и, соответственно, все дочерние его компоненты. И чтобы посмотреть, как это выглядит, мы будем использовать инструменты React, соответственно, из коробки нам дается вкладка компонент и профайлер, если у нас установлен React DevTools. И здесь у меня ничего про мемоизацию не сказано. Если мы перейдем в профайлер и активируем по шестереночке checkbox highlight updates when something something, т.е. когда что-то происходит, и теперь, если я набираю, я вижу, что у меня все мигает. Не только поиск мигает, не только строка поиска, но у меня есть большая рамка вокруг всего компонента с категориями, вокруг каждой конкретной карточки и вокруг каждой конкретной кнопки, т.е. обилие лишних ререндеров. Если я запущу профайлер и начну что-то печатать, то мы видим, да, у меня большое количество избыточных ререндеров, но, опять же, если я начну смотреть, анализировать историю, то я могу посмотреть, сколько у меня на каждый ререндер уходило времени, какие компоненты у меня ререндерились и т.д. Как такой базовый стартовый анализ происходящего. Это текущая ситуация, когда у меня нет никакой истории с компилятором. И теперь мы включим компилятор, добавив определенную конфигурацию непосредственно в функцию логина. Опять же, как это делается, описано все в документации. Здесь у меня мог бы быть это массив со вторым параметром, вложенный массив, массив, да, со вторым параметром каких-то дополнительных настроек. В базовом варианте они не требуются, я просто добавляю сам по себе компилятор. И этого достаточно, соответственно, установленного компилятора и добавления его таким образом, чтобы произошла определенного рода магия. Если мы теперь вернемся в DevTools, то мы увидим здесь множество мемо, мемо, мемо. И это все произошло бесплатно. Замимоизировался футер, хедер, какие-то, соответственно, карточки, категории и т.д. Какие-то вещи необязательно мимоизировать, они не мимоизируются. Если мы теперь попробуем посмотреть, как у меня будет происходить обновление, оно на самом деле все еще будет неоптимальным. Но если я буду прямо нажимать, нажимать, мы увидим, что теперь рамок 2. Рамка вокруг поиска, рамка вокруг всей карточек компонентов, хотя я считаю, что их там быть не должно. Но нет отдельных рендеров самой карточки, нет рендеров кнопки внутри карточки. То есть все-таки какой-то выигрыш у нас есть. Если я попробую запустить профайлер и сделать примерно то же самое, что было до этого, то мы увидим, что вот эта часть, которая под страницей находится, начиная с component-list, хотя мы видели, что он вроде бы обновлялся, при наведении на него мы видим, что этот компонент был автоматически замимоизирован, и поэтому он не рендерился. И в целом, если мы будем шагать по тому, что у нас рендерилось, мы не категория листа, а по всему и вся, мы можем проанализировать, что рендер дурейшн был у нас в среднем меньше, ну, разумеется, когда мы на страницу на другую перешли, на другой роут, здесь у нас больше всего отрендерилось, и можно посмотреть, сравнить цифры, которые происходили. В целом, просто добавили, установили бобед плагин, добавили из коробки, получили мимоизацию, причем лучше, чем было изначально, и абсолютно не думая. Но наличие мимоизации позволяет нам не думать про useCallback, useMemo и функцию memo. В принципе, они в моей ситуации, на самом деле, мало бы спасли ситуацию, хотя могли бы. Кстати, давайте посмотрим, во что вообще все это превратилось. Если мы пойдем в Sources, я зайду в папочку SRC, здесь в компонентах я увижу каждый свой компонент в двух вариантах. Вариант, который у меня был изначальный, вот он здесь у меня курсивом, и вариант, во что это все было превращено. И мы здесь по факту не увидим ни useMemo, ни useCallback, мы увидим здесь какие-то другие структуры данных, во что это все было превращено, какие-то условия, проверки и так далее. Вот в категории лист преобразившийся, React добавил определенную свою магию, точнее не React, а вот этот React-компилятор, если быть точным. Но нам все еще нужно думать, когда мы пишем код, чтобы наш код все-таки был оптимальным. В моем подходе вполне логично было бы логику с управляемым компонентом перемести непосредственно на сам компонент поиска, делать всю эту историю внутри него, чтобы у меня State на уровне страницы вообще не обновлялся до того момента, пока я не нажал на клавишу Enter, либо на кнопку поиска, которая у меня там была. И тогда бы мне и оптимизировать ничего не пришлось. Если я верну свое приложение в изначальное состояние, у меня State переехал на уровень моего поиска, непосредственно со страницы он теперь получает просто callback, который вызывается уже в момент отправки формы. И если я снова попробую проанализировать происходящее в моем приложении, вернемся на домашнюю страницу, и я попробую что-то попечатать, то я вижу, что теперь у меня каждый раз будет обновляться только строка поиска. То есть вроде бы мимонизацию мы получили бесплатную, но мы могли простым движением мысли сделать просто ненужным эту самую оптимизацию. В принципе, была бы тогда не нужна. Поэтому компилятор хорошо, мы можем радоваться, что она есть. Это снимает с нас нагрузку того, что когда нужно, когда не нужно определенные руки использовать. Но думать о производительности приложения в целом нам все равно нужно. В конце концов, сети автоматизации и искусственные интеллекты, которые выходят постоянно, они могут нас сделать тупее, и мы просто проиграем эту эволюцию кому-то другому. Мы видим, что компилятор использовать достаточно просто, но опять же, это экспериментальный режим пока что не готов к продакшену. Но в дальнейшем мы ожидаем, что уже в этом году, в 2024, мы сможем пользоваться компилятором, и он упростит нам разработку, и сделает наше приложение более качественным и скоростным. Резюмиры. Компилятор позволяет нам оптимизировать перерендеры, по сути, не делают лишние, он позволяет нам не заботиться о дорогостоящих вычислениях, они будут мемоизированы автоматически. Компилятор будет оптимизировать React-компоненты и хуки, кастомные в том числе, но не какие-то хелперы, не классовые компоненты, насколько я это понимаю. И что важно, данная функциональность обещает работать на любых платформах, то есть это в том числе будет касаться React Native, если мы его используем. Кроме того, мы можем использовать в дальнейшем этот инструмент, не переписывая наш код. То есть в тех случаях, когда у нас уже использовано какое-то количество useMem, useCallback, fMem и так далее, нам не нужно будет тратить время на их выпиливание. То, что они в наличии, компилятор разберется сам, как все это должно в конечном итоге выглядеть, и сделает, что называется, красиво. А на этом на сегодня у меня все. Спасибо за внимание. Напомню, что меня зовут Михаил Непомничий. До встречи в следующих видео. Всем пока.